дорогие друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец сегодня у нас уже 12 мая 2023 года и мне напомнили мои товарищи что сегодня ровно год как я мобилизовался в зсу да именно в этот день 12 мая 2022 года я пришел в военкомат и подписал документы после чего мобилизовался в первую отдельную бригаду специального назначения сначала я служил в подразделении мпз это называется морально-психологично забеспечения это людей как раньше называли полит руки а потом уже начал заниматься непосредственно своей деятельностью связями с общественностью и этот год оставил безусловно неизводимый след в душе миллионов украинцев я имею ввиду этот год уже слишком с начала войны слишком многих мы потеряли многих из моих товарищей с которой мы начинали служить еще год назад уже нет с нами или есть те кто успел получить некоторые успели получить уже не одно два три ранения все равно возвращаются в строй это говорит только о том что украинская армия обязательно победить другого выхода у нас нет поскольку мы сражаемся не просто за свою страну мы сражаемся за ее будущее мы даже сделать все для того чтобы не передать эту войну нашим детям ну а сейчас друзья поговорим о ключевых событиях сегодняшнего дня накопилось достаточно много накануне ночью россияне проявили сами так называемая псу информационно-психологическую спецоперацию против себя начали распространять панические слухи в начале украинского наступления все это началось ближе к ночи и шумела не бушевала до самого утра пока в конечном итоге утром они не успокоились и не заявили о том что все это фейк никакого наступления нет есть только продвижение засула на отдельных направлениях в частности на бахмутском тем временем известно что бежала не только 72 мотострелковая бригада ночи вк вагнер бежал об этом стало известно уже сейчас из сообщения украинских военных украинская армия отбила несколько штурмов на бахмутском направлении враг потерял сразу два подразделения в ходе тяжелых боев пригожин сказал что это никакая не перегруппировка самое настоящее бегство ну и разразился очередной порции криков нецензурных в адрес российского военного командования шойгу коношенкова западные сми сегодня сообщили о том что уже операции которые провели ссу на бахмутском направлении тянет на то чтобы назвать это операцией по формированию накануне долгожданного контур наступления против российских оккупантов это такое размягчение позиции то есть можно это еще назвать тренировкой этого самого наступления тренировка как мы видим прошла более чем успешно а лукашенко перестал появляться на публике с начала мая последние три дня от него вообще не смог ни слуху ни духу обо всем этом друзья далее поговорим в нашем обзоре и так сегодня точнее вчера ночью пропагандисты подняли волну паники 11 мая в российских провоенных телеграм-каналах и каналов так называемых военкоров начала распространяться как пожар информация в начале украинского наступления об этом они стали писать сами частности военкор евгений подобные 11 мая вечером сообщил о том что украинская армия начала операцию по окружению российских подразделений на бахмутском направлении и прорвали российскую оборону под солидарем который находится к северу от бахмута будем считать что контрнаступление противника началось его поддержал еще один пропагандист военкор семён пегов который сообщил что засу перешли в атаку на горловском направлении также подобные начал распространять информацию о том что на харьковской окружной идут танковая колонна и движутся они в сторону белгородской области аналогичные панические настроения также начал распространить еще один военкор александр коц их заявление вызвали эффект разорвавшейся бомбы тут же начали цитировать другие про военные z каналы естественно на них отреагировали министерстве обороны российской федерации которая выступила с официальным сообщением подчеркнула что заявление которое распространяет отдельный телеграм-каналы об имевших место прорывах обороны на различных участках линии соприкосновения не соответствует действительности однако очевидно тут военкором начали поступать звоночки не знаю возможно с предложением немедленно мобилизоваться в российскую армию одним словом они резко повернули на 180 градусов сделали полный разворот и тут же начали заявлять что не надо поддаваться панике пардон они вылили и собственно говоря сами же и начали пеков тут же заявил что наступление началось не сегодня и не вчера засу пытается бить по слабым местам вот однако уже утром министерство обороны российской федерации было вынуждено признать успехи украинской армии под бахмутом дальше еще пошел как всегда наш старый знакомый игорь стрелков гиркин который написал пост в котором заявил о том что наступление началось или вот-вот начнется как я и прогнозировал написал он главный удар будет на запорожском фронте вспомогательная на херсонском и на донецком отвлекающие удары тут он заявил о том что удары будут нанесены по на российской территории белгородской курско-бранской области которая будет иметь целью захвата населенных пунктов и провокацией российской армии штурмовать до полного разрушения посмотрим насколько мои прогнозы оправдаются написал стрелков буду рад ошибиться но у меня мало оптимизма тем временем вся эта информация безусловно не могла пройти бесследно и уже сегодня об этом написали на сайте американского телеканала cnn со ссылка на высокопоставленного военного чиновника и также гражданского чиновника в администрации американского президента о том что украинские удары начали формирующие операции в преддверии долгожданного наступления противороссийских войск формирование включает себя в частности нанесение удара по таким целям как склады оружия командные центры бронетанковые артиллерийские системы и это стандартная тактика перед наступательными операциями крупного характера и cnn также утверждает что подобного рода тактика формирования применялась перед херсонским и харьковским наступлением по словам высокопоставленного военного из сша эти подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней прежде чем начнется основная часть запланированного наступления однако эти операции могут назначаться для того чтобы ввести противника в заблуждение ну как мы видим операция с лихвой удалась более того на нее купились не только российские провоенные каналы и военкоры не гений пригожин начал распространять очередные панические заявления чем еще больше подогрел градус истерии он заявил после того когда стало известно об успехе засылу которая продвинулась и 4 российские бригады их подразделения бежали из-под махмута причем бежали не только 72 бригада но и вагнерцев об этом стало известно в частности со ссылкой на командира 2 штурмового батальона 3 штурмовой бригады засыл дмитрия кухарчика он заявил о том что в конечном итоге 72 бригада чвк вагнер бежали на перегонки кто быстрее тем не менее бои были достаточно жестокими ну а пригожин по итогам начал троллить российское военное руководство и заявил о том что сводка спикера министерства обороны игоря коношенкова является полным бредом поскольку речь идет не о перегруппировки для занятия более выгодных рубежей а как заявил пригожин это самое настоящее бегство сейчас я доеду до ближайшего штаба заявил пригожин в котором смогу пояснить что это такое то что сказал коношенко к сожалению называется бегство а не перегруппировка позже он обратился с открытым письмом к министру обороны сергея шойгу в котором призвал а точнее в такой грубой форме вызвал его на стрелку в бахмут для того чтобы он на месте оценил плачевность ситуации российской армии это уже не первое подобное заявление которое позволяет себе пригожин и безусловно оно должно тревожить не только российское военное командование но и кремль политические амбиции пригожина более более чем очевидны смесь сообщают о том что стала выходить реклама в которой пригожина политическая реклама российских регионах где сообщается о том что пригожин будет баллотироваться президент россии да возможно это делается намеренно его врагами которые хотят его таким образом дискредитировать но даже если это так пригожин очевидно стал тревожить многих людей в кремле раз они решили таким образом организовать против него черную кампанию вполне возможно он делает это и сам в общем с этим с этой историей надо разбираться отдельно нас интересует больше военный аспект всего этого тем более что паника которая была вызвана заявлениями военкоров она родилась не на пустом месте но представьте вы сидите в окопа глубоко окопавшись фронт фактически не движется с июля 2022 года ну то есть 9 месяцев движения особого нет взяли только солидар время как украинская армия успела отбить всю харьковскую область и половину херсонской и когда вы сидите девять месяцев в окопах каждый день ждете наступление естественно с психикой начинают происходить определенного рода изменения и вот в случае с тем же пригожинами российскими военкорами все это естественно их накрыло очень сильно они сами придумали эту историю сами раздули эту панику а потом когда им уже пригрозили последствиями они резко заткнулись и стали заявлять тут же все наоборот то есть не поддаемся панике подожди так вы сами эту панику и раздували раздували сообщали в частности о том что готовится десантная операция на левый берег херсонской области о том что якобы корабли скапливается потом они завели что это неправда заявляют о том что танковые колонны выдвинулись с харькова в сторону белоградской области потом сказали тоже неправда а что правда а правда то что засу действительно удалось добиться определенного успеха и прогресса в частности военные 24 штурмового батальона айдар совместно с подразделениями зсу отбили у российских оккупантов территорию к югу от села ивановская она же красная сообщение сказано что в ходе тяжелых боев 11 мая были захвачены территории противник понес тяжелые потери потерял подразделение 4 отдельной мотострелковой бригады и 3 374 отдельная стрелковая бригада вооруженных сил российской федерации также потерял ранее занимаемое подразделение засылу за неделю не потеряли ни одной позиции 3 штурмовая бригада продвинулась на бахмутском направлении на расстоянии более чем два километра это для понимания приблизительно для вагнера это занимало где-то полтора месяца пройти территории тут они за полтора месяца потеряли то что за один день потеряли то что захватывали полтора месяца и бежали подразделение только 7 строй бригады но и других всего 4 российских 4 российских бригады оставили позиции в панике и естественно создается сейчас угроза окружения на там такой выступ это южная часть бахмута где создается угроза окружения подразделений вагнера штурмовыми подразделениями украинской армии которая уже там практически их перерезали дорезают им либо придется бежать отступать самое ближайшее время или они окажутся в окружении и как наемники они скорее всего будут уничтожены тем временем мы видим что противостояние между пригожиным и российской командованием российской армии продолжают нарастать идет очевидная эскалация пригожин понимает что чего к вагнер решили кончить в прямом смысле не в переносном а в прямом и как только он будет кончен закончен чего к вагнеру пригожин станет не нужен то есть его можно ликвидировать накормить новичком сдать координаты за силу и туда пролетит хаймарс в его бронированный автомобиль на котором он передвигается ну или просто с ним случится сердечный приступ из-за которого он не успеет доехать до больнички и умрет его можно будет вторично уже один раз уже награжден звездой героя вторично посмертно награждить звездой героя однако общее настроение которое передает пригожины стрелков они на самом деле абсолютно очевидны российская армия готовится к отступлению общее настроение достаточно пессимистические и это касается не только успеха который украинская армия достигла под бахмутом 3 отдельная танковая бригада зсу выбила сплоцдарма канала северский донец донбасс подразделение добровольцев которые были сформированы в армии российской федерации также под атаку попали части 4 бригады вооруженных сил рф это бригада так называемых ментов из лнр то есть это бывшие сотрудники милиции которые были набраны кто добровольно кто насильно они были также выбиты оттуда из-за действий подразделения украинской армии в целом план командования зсу пока не ясен противнику это прекрасно никто не знает на каких направлениях будет развиваться это наступление и когда она начнется но очевидно что перед ним будет еще несколько дней вестись ярд подготовка сегодня были взрывы кстати в оккупированном луганске опять что-то прилетел на естественно противник тут же начал вопить о том что прилетела storm shadow новая британская крылатая ракета радиус действий 250 километров дескать что вот в сушники использовали новое британское вооружение что прилетело действительности откуда пока не ясно однако сам характер панических настроений очевиден они сами раздувают читают новости потом сами раздувают придумают начинают них верить ну и в завершение лукашенко перестал практически полностью появляться на публике об этом сообщила белорусское издание зеркало но частности утверждает что 3 4 5 мая лукашенко вообще не появлялся там было только одно официальное мероприятие вручение государственных наград заслуженным деятелям искусства пропагандистского и прочих 5 мая кроме того за месяц если не считать 9 мая когда лукашенко появился на красной площади в москве и кратко появился на церемонии поздравления с победа 9 мая в минске он вообще нигде не появлялся не светился что свидетельствует безусловно о серьезных проблемах со здоровьем у диктатора и эти проблемы могут оказаться настолько серьезными что преодолеть их решить их диктатор на этот раз не сможет одним словом вопрос вакуума власти в беларуси встала встанет как никогда остро также сложная остается ситуация на выборах в турции которые подробно разобрал накануне частности основной оппонент действующего президента эрдогана галич дороглу предупредил россию чтобы она не вмешивалась поскольку он завел о попытках вмешательства россии в турецкие президентские выборы в жесткой форме потребовал а песков ответил не дождетесь мол это не мы и не заявляйте ну что он еще мог ему предъявить ну а российская армия еще раз повторю такое впечатление что готовится не просто отступать а занята поисками козла отпущения на которого все это повесить грядущее поражение запах которого буквальном смысле висит в воздухе такие у нас новости на сегодняшний день друзья подписывайтесь обязательно на канал чтобы получать уведомления о видео комментируйте лайкайте шерти этот видеоролик готов чтобы алгоритмы ютуба лучше его просчитывали больше оперативной информации как всегда на моем телеграм-канале линк на который найдете под этим видео слава засула украине с вами был капитан украинской армии тарас березовец берегите себя дом встреч пока пока